Короназависимость 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 то тогда мы будем принимать уже русские меры. Хотел бы попросить наших граждан, если они в каком-то магазине увидели завышение цен, либо эти же пустые пулки, попросил бы их обратиться к нам с заявлением по данному факту, либо просто позвонить, сказать нам об этом, что в таком-то магазине, в таком-то городе произошло такое-то. И тогда мы обязательно среагируем. Некоторые продавцы спекулируют на общей неинформированности и искусственно создают панику, завышая цены. Но есть и добропорядочные бизнесмены, которые призывают наших граждан вести себя спокойно и адекватно. Не надо паниковать, кто это все выдумал. Все у нас есть на складе. По таких же старых ценах все продаем уже недели, две недели почти. Те же цены, что вчера были, послечера были. Зачем ажиотаж вот это все? Вчера такой ажиотаж на здание был, муку покупают. Ну куда мы идем-то? Наконец-то мы же мусульмане, как-никак. Сегодня в ходе наших проверок мы не выявили повышение цен. По словам главного специалиста отдела торговли и ценообразования Министерства экономики Залины Албогачиевой, в данное время они проводят усиленный мониторинг цен. Из-за этого ажиотажа ежедневно мы будем проводить, смотреть динамику цен, об этом докладывать соответствующие органы в администрацию рынков, торговых точек, если будет завершение цен. А так, в принципе, сейчас пока стабильно. Есть, конечно, незначительный рост, но чтобы вот такую панику создавать, пока нет. Главный специалист экономики и прогнозирования Министерства сельского хозяйства Ася Костоева в свою очередь рассказывает нам о работе своего ведомства и создании штаба по контролю ценообразования на продукты. Нашим ведомством будет создаваться оперативный штаб по мониторингу цен, потому что Министерство России поставил такую задачу – создать в каждом регионе свой штаб на базе ведомства. Поэтому мы будем создавать свой штаб, оперативный штаб по регированию, по мониторингу цен, также по запасам будем проверять наших сельхозтоваропроизводителей, которые производят нашу местную продукцию. На сегодняшний день запаса продукции достаточно у нас? В основном запасов пока достаточно, просто сегодняшний созданный ажиотаж, он, конечно, повлиял на умы многих людей, и люди как бы ринулись в торговые точки по закупать продукцию первой необходимости. В основном этот ажиотаж получился из-за муки и сахара, но при всем при этом у нас достаточно и муки, и сахара, поэтому хотелось бы, чтобы и люди не создавали вот эту панику на этом уровне. Далее наша съемочная группа вместе с экспертами отправилась на рынок, но и здесь мы не увидели значительного завышения цен или же отсутствия на прилавках продуктов питания. По словам руководителя рынка «Фабрика» Илья Закостоева, они принимают все необходимые меры, чтобы этого не допустить. Мы контролируем торговлю для того, чтобы люди не завышали цены. Тех, кто будет завышать, мы сказали им, что будем закрывать торговые точки. А так в рынке в данное время все есть, вы сами видите, все продукты есть. Руководство рынка приняло решение, вот каждый понедельник, у нас санитарный день, мы проводим дезинфекцию, обезопасить в первую очередь людей. Нами проведена дезинфекция с помощью Роспотребнадзора. Позавчера мы делали и каждый понедельник будем делать так же. Все мы знаем, что в некоторых странах возникла ситуация с дефицитом товаров из-за ажиотажа вокруг коронавируса. Но в нашем регионе такого нет. Не подавайтесь панике из-за недостатка информации. Главное сейчас быть внимательными и бдительными. И если вы заметили завышение цен в магазинах, обязательно обращайтесь по номеру 22 87 28. Это телефон горячей линии Федеральной антимонопольной службы.